Марка Genesis провела американскую презентацию моделей GV80. Напомним, что первому кроссоверу корейской премиум-марки предстоит выйти против таких бестселлеров, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В Южной Корее паркетник поначалу предложит только новый шестицилиндровый турбодизель рядной компоновки. Однако для США приготовлены бензиновые турбомоторы. Младший вариант получит скромную по числу цилиндров, но не по отдаче турбо-четверку. Этот же двигатель уже заявлен для седанов Kia K5 и Hyundai Sonata. А под капотом топ-версии появится новый битурбомотор V6. Единственная коробка передач — восьмиступенчатый автомат. В остальном кроссовер для США повторяет корейскую версию. Но если на родине машину уже заказывают, то американским клиентам придется подождать начало продаж до лета. Горьковский автозавод завершил большую модернизацию производственных линий. Обновление конвейера потребовалось, чтобы начать выпуск низкопольного микроавтобуса «Газель Next City Line». Машина представляет собой новое поколение маршруток марки «ГАЗ». Эту модель будет отличать принципиально другая конструкция рамы, заниженной центральной частью. Такое решение позволило предельно занизить уровень пола, а также создать вместительную накопительную площадку. В итоге каркасный микроавтобус отвечает требованиям программы «Доступная среда», то есть подходит для перевозки маломобильных граждан. Кроме того, во время новогодних каникул сборочный конвейер готовили к выпуску новых версий среднетоннажных грузовиков. В их числе будет и преемник модели «Валдай» — среднетоннажник полной массой около семи тонн. Субтитры создавал DimaTorzok